внимание вопрос что мог совершить человек которого пришли вот так задерживать и пока вы мучительно размышляете над вариантами ответа посмотрите что вас ждет впереди в этом выпуске очень большой позор для российской власти это убийство и очень большой позор для лично для владимира путина я вот уже считали своим личным врагом на экранах транслируются памятки о том как себя вести во время обстрела у какой стены прятаться дома как в ванную сложить вещи как оказывать первую помощь на комсомольской площади только пришли люди только со мной поздоровались уже новое дело собриковали я для себя решила что не очень важно оставаться собой а для этого нельзя бояться спасибо за видео одному нашему постоянному зрителю это питер и его очереди протеста одни из самых длинных в стране об этом и не только сегодня в передаче нашей и конечно вашей боевой листок за март 2024 года про смелую россию настоящего ознакомливаться будете или отказываетесь от подписи от подписи отказываетесь принты и прошу зафиксировать данный факт это дмитрий белоглазов ему 27 лет на все вопросы оперативника отвечает одно и то же 51 статья конституции ну то есть никто не обязан свидетельствовать против самого себя а вот и те самые кадры задержания дмитрия их вы уже видели в самом начале выпуска за что ж его так телеграм-канал крымский смерж докладывает белоглазов дс решил устроить провокацию в день выборов он съел бюллетень подробности от государственного информагентства риа новости и независимого телеграм-канала астро избиратель из керчи привлёк к себе внимание потому что находился в кабинке для голосования больше пяти минут он якобы нарисовал на бюллетене определенные знаки силовики заинтересовались мужчиной после чего он порвал бюллетень съел его и в итоге был арестован на 20 суток а кто не съел тот тихо понадписывал но и это было небезопасно сообщает пресс-служба судов тульской области 17 марта гражданка филякина лв в графе с кандидатом путиным вв сделала надписи гори в аду вечно три восклицательных знака прости нас украина три восклицательных знака вор и убийца три восклицательных знака и опустила бюллетень в прозрачную урну бюллетень упал лицевой стороной вверх где был открыт для всеобщего обозрения гражданки назначили штраф 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии нет войне навальный миру мир мой голос украл злой колдун путлер преступник галочка за юлию навальную очевидно этим бюллетенем повезло больше в урну они упали правильной стороной лицом вниз а вот еще бюллетени мечты немцов навальный надеждин дунцова горянов навальный карамурза яшин двух минут 12 новосибирский избирательный участок я четыре галочки поставил за путина отлично спасибо большое однозначен я просто сейчас думаю либо 82 спасибо очереди к избирательным участкам 17 марта стояли вот так по всей стране ровно в полдень и очень громко молчали против путина акция в которой призывал участвовать алексей навальный его последнее политическое высказывание и наверное сложно подобрать фотографию для обложки всего марта 2024 лучше чем вот это москва район марина день похорон алексея навального снимок сделан у церкви где прошло отпевание это видео сняла наша московская корреспондентка она прошла весь путь от храма утолимая печали до борисовского кладбища около двух с половиной километров почти за десять часов еще долго нам стоять можно реставрировать скажите пожалуйста откуда вы приехали на петербург специально для обращения того чтобы почтить память алексея выдающийся человек герой россии мы должны идти за ним продолжать его дело чтобы жить нормальной цивилизованной стране что чувствуете видя как много людей пришло удивление и восхищение и радость и единение что именно заставило вас прийти в будний день отстоять огромную очередь ну потому что была убита надежда россии был убит мой президент люди которые сегодня пришли попрощаться с алексеем навальным это как раз и есть моя россия также моя россия в тюрьме москве в тот день было задержано по крайней мере 16 человек желающих проститься с алексеем навальным а полные списки задержанных 1 марта 2024 года по всей россии возле стихийных мемориалов вот общая цифра более 108 человек в 22 городах а тех кого задержали за то же самое за цветы еще в феврале в марте уже успели осудить как например вот этих четырех активистов из москвы одна из обвиняемых софия ракешева не признала вину пояснила что приехала почтить память навального встав с плакатом они убили человека судья спросила зачем если навальный ей не родственник погибшие в крокусе тоже мне не родственники я же имею право почтить их память парировала софия есть опасность того что могут забрать вот данный момент мы стоим разговариваем они могут испугаться нас и забрать это возможно по данным овда инфа в новосибирске 1 марта было как минимум 20 задержанных среди них елена шувалова но 3 марта она уже снова пришла с цветами к памятнику жертвам репрессий мимо проходила женщина так лет 50-60 и крикнула я за вас и дальше пошла вот потом подошла девушка попросила обняться и тоже постояла рядом вот это вот я наверное за этим тоже хожу чтобы увидеть что я не одна что нас очень много на самом деле просто мы об этом не знаем а чего бояться смерти так извините мы все все вот человек умер он действительно герой а плюнул телевизор в марте 2024 массово плюнули в телевизор жители приграничного белгорода впервые после 24 февраля 2022 года я думаю надо заехать белгород потому что пошло большое количество разных тварей притворяющиеся блогерами которые говорили вот федеральная власть забыла белгород помогите людям белгородцы моментально отреагировали на оскорбление владимира соловьева в прямом эфире он назвал горожан тварями а их жалобы мерзкой истерикой в местных чатах горожане объединились и договорились писать комментарии на странице шоу соловьева во вконтакте причем не скрывая своих имен среди прочих жительница белгорода евгения симонова про истерику можете рассказать жителям никольского где ракета в один миг стерла с лица земли дом вместе с семьей появились и видео обращение нас бомбят каждый день два три раза в день вот в связи с этим у меня вопрос а ну что не люди какие-то или вообще про нас забыли ну как так вот выживай как хочешь сам наконец-то мы поняли как живут люди в украине третий год не очень многие люди в городе вообще задумывались о том что в соседней стране война погибают люди очень много людей 28 марта наши коллеги из новой газеты европы опубликовали репортаж где жители белгорода да пусть анонимно но все-таки впервые посочувствовали украинцам но очевидных антивоенных высказываний пока все-таки не было самое время дать слово оппозиционному и мотивационному спикеру из хабаровска встречайте зигмунд анатольевич худяков камса мойская площадь 8 марта пятница международный женский день всех женщин с праздником зигмунд анатолич тоже пару слов наверно найдет здравствуйте хочу также поздравить всех девчушек девушек женщин с 8 марта но только тех кто против войны остальные давайте проходите мимо и голосуйте за диктаторы гражданский активист зигмунд худяков герой таких вот местных мемов изгибаемый только в этом году его уже несколько раз задерживали и дважды он оказывался в спецприемнике вот я вышла пикет за зигмунда анатольевича потому что за свою позицию мы не должны сидеть нас не должны наказывать зигмунда анатольевича поддерживают встречают на выходе спецприемника где он например в марте провел 15 суток и как всегда читал актуальную литературу в этот раз похождения бравого солдата швейка ну дарите швейка то почитать хоть еще горожане помогают активисту собрать деньги на оплату штрафов большие деньги около 200 тысяч рублей уже хочу поблагодарить всех кто присылал деньги все кто поддержал меня это вот настоящие голосования не то которое было вот это переназначение а настоящее голосование хабаровский активист утром вышел на свободу и уже вечером снова встал в пикет это было 26 марта 40 дней после смерти алексея навального баровское кладбище память не говорит вам политических репрессий 40 дней смерти алексея анатольевича навального интернет-издание говорит не москва опубликовала подборку мест которые в разных городах страны стали мемориалами так в пензе цветы навальному оставляют возле памятника узникам концлагерей в краснодаре на мемориале зверски убитым гитлеровскими палачами в воронеже и владивостоке местом поминовения стали памятники осипу мандельштаму который умер в пересыльном лагере а эти снимки прислали наши зрители из калуги спасибо им цветы у памятника жертвам политических репрессий и удивительный рассказ об этом памятнике от наших зрителей из серии человеческие метаморфозы храни господь памфилову с этих слов глава калужской ассоциации жертв политических репрессий нинель петровна маняковская начала свой рассказ оказывается если бы не элла памфилова такого памятника в калуге еще долго не было бы или александровне удалось пробить внеочередной заказ на его изготовление газета калуга вечерняя октябрь 1999 года что увидели вы как ваш регион борется за мир в украине и свободу в россии пишите нам комментируйте присылайте свои истории и до встречи через месяц в смелой россии настоящего украинца все все Продолжение следует...